МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8800 – это строительство, это не просто ремонт, это строительство новой модульной ФАП, который прошел по программе Министерства сельского хозяйства развития сельских территорий. Оборудование для нового медицинского пункта уже завезено, но пока не установлено. Нет мебели, ее по контракту должны доставить до 31 января. 497 жителей села совсем скоро смогут получать качественную и современную медицинскую помощь. Жители завершением строительства остались довольны. Все селяне пришли, посмотрели. Были все, потому что сделали 14-го, сдали уже совсем. А сделанный он был раньше еще. Они молодцы, сделали быстро, аккуратно. И территорию еще даже посадили, эти кустики нам посадили. Все, молодцы, к ним никак не приняли. Новое здание снабжено котельной, а значит фельдшеру не придется ежедневно топить печку, чтобы пациенты не замерзли. Однако проблемы села ФАПом не ограничились. Ситуацию по мосту в селе Загоскино прямо на месте губернатору доложил директор департамента автодорог Сергей Халтобин. Длиной мост 32 метра и подходы порядка 200 метров. Жалобы поступили жителей, что вследствие размыва береговой зоны и отсутствие барьерного ограждения. Просели переходные плиты и опасности, угроза подъезда к этому мосту. Поэтому мы данный мост запроектировали ремонт, разыграли в этом году, определили победителя. И с апреля месяца 2020 года по август месяц данный ремонт моста будет выполнен. Ремонт переправы пройдет с апреля по август следующего года. Далее губернатор отправился в село Родниковые пруды, где должен был состояться пуск газа. Представление у елки и концерт под открытым небом организовали работники районного дома культуры. Пуск газа они превратили в настоящий всенародный праздник. Парни, девчонки, фамилию у меня, вы знаете, очень близкая, родственная к Деду Морозу. Я вот сейчас сегодня встречал по дороге к вам, когда ехал. Он тут объезжает ряд населенных пунктов, не знаю, успеет, не успеет сюда подъехать. Но он по дороге мне поручил вам вручить новогодние подарки. Подарков у главы региона оказалось много, хватило всем собравшимся. Далее зажжение традиционного факела и салют. Жители домов, где голубое топливо уже появилось, очень довольны. Вот одним годом все решился, все получилось. Все нормально, слава богу. Газификация региона продолжается в том числе по программе газификации Ульяновской области за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа. Кроме того, газификация является своеобразным двигателем для развития сельских территорий. Строительство здесь медицинских учреждений тоже способствует сохранению населения в селах. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин